Привет всем любителям кино! С вами Тимур и это 207 выпуск Tiki Tone Live. На этой неделе вы узнаете все самые главные кинопремьеры, топ событий и все кассовые сборы за прошлую неделю. Вот и наступил долгожданный 2021 год. И как только он наступил, он уже полон самыми яркими премьерами и событиями. Так как нам провести начало этого года? Конечно же надо пойти в кинотеатр и посмотреть новый мультфильм. К слову о нем, это Барбоскины, называется «На даче». Полнометражный мультфильм основан на анимационном сериале «Барбоскины», режиссерами которого являются Федор Дмитриев и Елена Голдобина. Анимационный сериал «Барбоскины» входит в пятерку самых популярных мультфильмов России. 5,8 миллиардов просмотров в официальном канале на YouTube и более 5 миллионов подписчиков Барбоскиных успешно показывают в Китае и странах бывшей Югославии. По сюжету фильма, любознательная семья старается организовать незабываемый деревенский отдых. Родственники везут на дачу любимые музыкальные инструменты, неотъемлемые гаджеты и не забывают делать селфи по пути. И, обосновавшись, на месте милые Барбоскины знакомятся с буйными соседями. Или тут, Катавасия! Идем скорее играть с котиками! Хвать, хвать, хвать! Хватай, ботаника! Я тебе покажу сейчас! Первое испытание прошло! Ура! Барбоскины на даче! Чудесный фильм для просмотра со всей своей семьей, ну согласитесь. Но если вы хотите насладиться боевиком и экшеном, то следующий на очереди фильм «Чудо-женщина». Первая часть «Чудо-женщины» вышла весной 2017 года и показала в прокате хороший результат, заработав 818 миллионов долларов. Warner Bros. быстро начала работу над продолжением, премьера которого пройдет в Казахстане уже сегодня. А действие фильма развернется в 80-е годы. Принцесса Амазона Гдиана вновь сталкивается с новыми испытаниями. Влиятельный бизнесмен Лорд желает стать подобным богам, чтобы приблизиться к своей мечте. Он не жалеет денег со всего мира, собирает различные артефакты, надеясь отыскать тот, который сможет подарить ему безграничную силу и власть. Ты нужна нашему миру. И ты знаешь, что делать. Нельзя построить хорошее на лжи. А величие совсем не то, что ты думаешь. Помимо премьер-фильмов, мы подготовили для вас топ событий этой недели. Но хотим сразу напомнить, что на самые ожидаемые события билеты раскупаются очень-очень быстро. Итак, первое на очереди событие – балет «Золушка» в Театре Астана Балет. Красочное действие балета «Золушка» разворачивается вокруг сюжета всем известной сказки о бедной девушке, которая волшебным образом становится сначала прекрасной гостьей королевского бала, а позже настоящей принцессой. История, рассказанная Шерлом Перро, как нельзя лучше подходит для балета. В ней есть и необыкновенные превращения, придворный бал и поэтичная история любви. И, конечно же, мы не забыли про добрый финал. В список самых ожидаемых событий также попали «Волшебство в Рождество», «Вастана Балет», «Большой ледовый каток», «Форум», «Принцесса на огорошине» в Театре «Сцена», «Новогодняя сказка» в Театре Жас Ахна. Наступила очередь бокс-офиса, то есть кассовых сборов за прошлую неделю. Первое место держит семейка Крутц, 41 миллион. Второе место – «Последний богатырь», «Корень зла», 25 миллионов 200. И третье место – наш фильм «Хочу к маме или на Новый год» в жалпах Сая, 4 миллиона 800 тысяч. Ну что же, надеюсь, мы помогли сделать ваш выбор чуточку легче. С вами был Тимур, TicketOnLife, до скорой встречи, до следующего четверга.